как шляпка гриба летел крутился в общем-то подвергался воздействию атмосферы которая его вот таким образом обточила округливо этот метеорит тимур кричко нашел буквально в пятистах метрах от хостела в египетском марсаламе по этой тропинке к дому прошли тысячи человек но никто до него не обращал внимание на космическое сокровище которое лежало прямо под ногами корочка вот это вот пустынная она очень характерна имеет вот такие три трещины специфические как вот трещины на яйце на скорлупе есть некое некоторое это признак как раз метеоритной корки очень надежные а знать эти признаки очень важно без них из экспедиции можно привести кучу камней но в ней не будет ни одного метеорита поэтому прежде чем пуститься на поиски нужно провести хорошую теоретическую подготовку походить по музеям это в первую очередь музей ферсмана если это в москве на ленинском проспекте это музей геохи куда посложнее попасть но можно в принципе прийти в московский планетарий где достаточное количество метеоритов выставлено как раз тоже из находок в первую очередь это вот метеоритной российской команды уже традиционно метеориты ищут в основном в пустынях причем первый кто предположил что именно в песках можно найти звездные камни был известный писатель антуан де сент-экзюпери сейчас его догадка полностью подтвердилась есть несколько вариантов для поиска можно рассматривать варианты иордании там особо никто не искал можно искать в южном израиле в принципе египет но вот спорно насколько он безопасен остальные можно искать марокко но там слишком большая конкуренция то есть есть интуитивное предположение что он шанс там очень мало и взаимно выбранности поверхности по мнению тимура для любителей наиболее доступен пеший поиск причем каких-то специальных приспособлений для этого почти не нужно пожалуй только трость с неодимовым магнитом обязательно в арсенале поисковика неодимовый магнит является неким тестом первым тестом на теоретическую возможность причастности образца к метеоритам неодимовый магнит эффективен то есть чувствует магнитность 90 с лишним процентов метеоритов уже после того как претендент название метеорита найден проводится тщательнейшая проверка ты должен провести экспертизу показать его специалистам далее практически уже в любом тут бывают исключения отдать часть в коллекцию академии наук и зарегистрировать его а регистрация очень небыстрое дело в международном комитете по метеоритам только после этих процедур можно будет сказать что у вас руках настоящий метеорит небольшой кусочек неба ведь метеоритика как любая другая наука требует точного и взвешенного подхода и основываясь лишь на личном убеждении выводы в ней делать категорически запрещено партнер проекта магазин оптических приборов планетарий адрес сайта planetarium точка ру